здравствуйте девочки рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас тему жаккардовые узоры понятие жаккард стало нарицательным после того как изобретатель француз джозеф мария жаккард представил 1804 году миру свою находку особый ткацкий станок для плетения сложных узоров которые вручную создавать было сложно жаккардовое вязание это создание различных рисунков и узоров при помощи переплетения нитей разных цветов жаккардовые узоры выполняются спицами чаще всего по лицевой глади с использованием схемы зависимости от рисунка при вязании ряда петли провязывают то одним то другим цветом точно следуя схеме такой техники можно создавать разные узоры и картинки более традиционный способ вязания жаккардовых узоров это вязание с протяжками когда вы вяжете одной нитью а вторая нить свободно ложится по изнаночной стороне при этом надо следить чтобы она не была в натяжении и не провисала если вы любите жаккардовые узоры но не любите их вязать для вас существует прекрасная техника вязания это ленивый жаккард его еще называют ложным или двухцветным узором это облегченный способ вязания в каждом ряду вы вяжете только одним определенным цветом а если попадается петля не вашего цвета то ее нужно просто снять в следующем ряду нить меняется и вяжутся другие петли за счет этого получается цветной узор но довольно простой заметное облегчение выражается в том что здесь нет проблем ни с запутыванием глубока ни со стягиванием нити по изнанке вязания узор получается за счет снятых в определенной очередной очередности вытянутых петель предыдущего ряда которые имеют другую расцветку многие схемы жаккардовых узоров спицами выглядят сложными что иногда отпугивает неопытных рукодельниц чтобы быстрее освоить технику вязания жаккардов рисунков жаккардовых рисунков спицами рекомендуется для начала освоить ленивый жаккард научившись вязать ленивый жаккард спицами вы легко перейдете к более сложным схемам вязания и даже сможете сами создавать схемы новыми жаккардовые узоры спицами это прекрасный и огромный мир особенно привлекательны детские узоры жаккардовые узоры для детей очаровательные и имеют только им присущую специфику а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 в конце кромочная поворачиваем работу теперь вяжем изнаночными беру кромочную 3 белые 3 синие петли затем 3 белые петли тоже изнаночными смотрите чтоб не сильно затягивать пластик нитка 3 синие 3 белые и 1 петля синяя далее у нас 1 по раппорту и 1 добавленная петля далее кромочная поворачиваем работу у нас кромочная 1 лицевая далее 3 синие 1 2 3 это у нас вот эта часть далее 6 лицевых белой ниткой 1 2 3 4 5 6 1 синяя далее у нас белая нитка идет 1 2 3 4 5 6 и это 1 добавленная поворачиваем изнаночными вяжем изнаночными вяжем 1 2 3 синие 3 3 синие ниткой 1 2 3 3 белой ниткой 1 2 3 3 синие снова 1 2 3 синие снова 1 2 2 Три, белой ниткой, раз, два, три, одна синяя, и белыми вяжем. Вот что у нас получается, продолжаем вязать снова белыми нитками, раз, два, три, четыре, пять. Далее три синие, раз, два, три. Одна белая, одна белая, одна синяя, белая, синяя, белая. Одна белая, три синими, раз, два, три, и две белыми нитками, и две белыми нитками. Уже явно снежинка вырисовывается. Это у нас лицевая сторона, это у нас обратная. Посмотрите, какие протяжки у нас получаются. Но рисунок красивый. Не забудьте подписаться. Пока. Я думаю, вы справитесь отлично с таким узором. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»